Речь иранского президента Махмуда Ахмадинеджада на конференции Дурбан-2, посвященной проблемам расизма, 20 апреля 2009 года в Женеве. Воздадим хвалу Богу единому, кто справедлив, добр и сострадателен. Да вознаградит Он пророков Своих благословением и милостью Своей, от Адама до Нории, Авраама, Моисея, Иисуса Христа и Его последнего пророка Мухаммеда. Да пребудут они в мире, подвестники монотеизма, братства, любви. Могу ли я просить уважаемую аудиторию простить этих несведущих людей? Воздадим хвалу Богу единому, кто справедлив, добр и сострадателен. Да вознаградит Он пророков Своих благословением и милостью Своей, от Адама до Нории, Авраама, Моисея, Иисуса Христа и Его последнего пророка Мухаммеда. Да пребудут они в мире, подвестники монотеизма, братства, любви, человеческого достоинства и справедливости. Господин председатель, уважаемый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, уважаемый Верховный Комиссар ООН по правам человека, леди и джентльмены. Мы собрались здесь, на втором раунде конференции «Дурбан» против расизма и расовой дискриминации, чтобы разработать практический механизм для нашей священной и гуманной миссии. В течение последних столетий человечество прошло сквозь великие страдания и боли. В средние века мыслители и ученые приговаривались к смертной казни. Затем последовали времена рабства и работорговли. Миллионы невинных людей угоняли в плен, разлучаясь с семьями и теми, кого они любили, чтобы в ужасных условиях отвезти в Европу и Америку. Это был темный период, отмеченный еще и оккупацией, мародерством и массовыми убийствами невинных людей. Прошло немало лет, прежде чем народы восстали, начали борьбу за свою свободу и независимость, и заплатили за это высокую цену. Они отдали миллионы жизней, чтобы изгнать оккупантов и создать независимые национальные правительства. Тем не менее, недолгое время спустя узурпаторы власти развязали две войны в Европе, прошедшие чумой по отдельным областям Азии и Африки. Эти ужасные войны унесли около 100 миллионов жизней и оставили после себя многочисленные разрушения. Если бы оккупация, ужасы и преступления этих войн послужили уроком на будущее, это явилось бы лучом надежды. Победившие державы назначили себя завоевателями мира, игнорируя или принижая права других народов, навязывая деспотические законы и порядки в мире. Леди и джентльмены, давайте взглянем на Совет Безопасности ООН, который является одним из наследий Первой и Второй мировых войн. Какое логическое объяснение стоит за правом вето, которым они себя наделили? Как может подобная логика соответствовать человеческим и духовным ценностям? Разве нет здесь несоответствия общепризнанным принципам справедливости, равенства перед законом, любви и человеческого достоинства? Разве не является это дискриминацией, несправедливостью, нарушением человеческих прав и унижением для подавляющего большинства стран и народов? Совет является главным законодательным органом в мире, поднимающим решения, гарантирующие мир и безопасность во всем мире. Как же мы можем ожидать воплощения справедливости и мира, если дискриминация легализована, и законы создаются путем силы и принуждения о несправедливости и уважении прав? Принуждение и высокомерие порождают в мире войны и тиранию. Хотя сегодня многие поборники расизма и порицают на словах и в лозунгах расовую дискриминацию, большое количество могущественных стран присвоили себе право принимать решения за другие страны, основываясь на своих собственных интересах и по своему усмотрению. Они могут легко нарушать все законы и игнорировать общечеловеческие ценности, что они уже не раз демонстрировали. После Второй мировой войны, под предлогом еврейских страданий, они прибегли к вооруженной агрессии, чтобы лишить своего дома целый народ, и прислали мигрантов из Европы, США и других стран мира, с целью установления абсолютно российского правительства на оккупированных землях Палестины. Действительно, компенсируя ужасные последствия расизма в Европе. Действительно, компенсируя ужасные последствия расизма в Европе, они помогли прийти к власти в Палестине самому жестокому и репрессивному расистскому режиму. Совет Безопасности помог установлению оккупационного сионистского режима и поддерживал его в течение последних 60 лет, дав ему полную свободу действий в безнаказанности своих преступлений. И что наиболее прискорбно, многие западные правительства и Соединенные Штаты сами совершили преступления, защищая этих российских виновников геноцида, в то время, когда во всем мире люди с незатуманенным сознанием и способностью свободно мыслить осуждают агрессивные преступления сионистов, массовые истребления, бомбардировки и другие зверства, осуществляемые над мирным населением в секторе газа. Они те, кто всегда поддерживают Израиль или тщательно замалчивают постыдные действия сионистского режима. Дорогие друзья, уважаемые делегаты, леди и джентльмены, Каковы истинные причины, побудившие США напасть на Ирак и вторгнуться в Афганистан? Афганистан Дорогие друзья, уважаемые делегаты, леди и джентльмены, Афганистан. Какая причина стоит за вторжением в Ирак, кроме высокомерия тогдашней администрации США и давления со стороны обладателей власти и богатства, кроме стремления расширить свою сферу влияния и защитить интересы гигантских компаний по производству оружия, стремление оказать влияние на великую культуру, чья история насчитывает несколько тысячелетий, уничтожить потенциальную и практическую угрозу сианисскому режиму со стороны мусульманских стран или захватить энергетические ресурсы, принадлежащие иранскому народу. Действительно, почему почти миллион людей были убиты и ранены, и еще несколько миллионов покинули свои дома? Почему иракский народ перенес огромные потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов? И почему в результате этой военной акции на американский народ было возложено бремя в миллиарды долларов? Разве военная акция против Ирака не была спланирована самими сионистами и их союзниками в тогдашней администрации Соединенных Штатов? И не явилось это делом рук стран-производителей оружия и обладателей богатства? Восстановило ли вторжение в Афганистан мир, безопасность и экономическое процветание в этой стране? Восстановило ли вторжение в Афганистан мир, безопасность и экономическое процветание в этой стране? Мало того, что США и их союзники не только ничего не добились в программе ограничения производства наркотиков в Афганистане, за время их пребывания в этой стране культивирование наркотических растений многократно увеличилось. Основным вопросом является, какова была функция и роль администрации Соединенных Штатов и ее союзников в этом деле? Представляют ли они страны всего мира? Дали ли эти страны им такой мандат? Уполномочили ли люди всего мира их на то, чтобы они вмешивались в дела по всему земному шару, хотя и большей частью в нашем регионе? Разве не является это все ярким примером крайней степени эгоизма, расизма, дискриминации или посягательством на достоинство и независимость наций? Леди и джентльмены, кто ответственен за происходящий сейчас экономический кризис? Где этот кризис зародился? В Африке? Азии? Или все же сначала в Соединенных Штатах, а потом уже распространился и по Европе, и среди их союзников? В течение длительного времени они устанавливали несправедливые экономические правила, воздействуя своей политической силой на международную экономику. Они установили финансовую и монетарную систему без соответствующего механизма контроля со стороны других народов и правительств, которые не в состоянии оказывать влияние на ее репрессивную направленность и стратегию. Они даже своему народу не разрешают наблюдать или контролировать их финансовую политику. Они создают свои законы и правила, вопреки всем моральным ценностям, с единственной целью – защитить интересы обладателей богатства и власти. Затем они определили такое направление рыночной экономики и конкуренции, которое лишило другие страны многих экономических возможностей. Они даже переложили свои проблемы на плечи других, когда волны кризиса хлистали их больную экономику сотнями миллиардов долларов бюджетного дефицита. И сегодня они закачивают сотни миллиардов долларов в находящиеся на грани банкротства банки, компании и финансовые институты, создавая все более и более сложную ситуацию для своей же экономики, для своего же народа. Все помыслы их только об одном – сохранении своей власти и своих богатств. Меньше всего их заботят мысли о всем остальном человечестве и даже о собственном народе. Господин президент, дамы и господа, корни расизма произрастают на почве недостатка знаний в отношении основ человеческого бытия и того, что человек – богом избранное существо. Также это последствия отклонения от истинного жизненного пути человека и обязательств человека в созидательном мире, неспособности осознанного почитания Богу и неумения размышлять о философских аспектах жизни и пути к совершенству, что является главной основой духовных и гуманитарных ценностей. Также это последствия отклонения от истинного жизненного пути человека и обязательств человека в созидательном мире, неспособности осознанного почитания Богу и неумения размышлять о философских аспектах жизни и пути к совершенству, что является главной основой духовных и гуманитарных ценностей. Это сузило горизонт мировоззрения человека, сделав неустойчивые и ограниченные интересы целью его действий. Вот почему ростки власти дьявола проявляют себя и умножают свою силу повсюду, лишая других возможности наслаждаться равноправными и справедливыми шансами для развития. Результатом стало создание разнузданного расизма, который представляет одно из наиболее серьезных угроз миру наций и ограничивает возможности строительства мирного сосуществования во всем мире. Несомненно, расизм является символом невежества, имеющего глубокие корни в истории. И это – несомненный признак разочарования в развитии человеческого общества. Поэтому чрезвычайно важно отслеживать проявления расизма в ситуациях или в тех обществах, где преобладает невежество или недостаточное знание. Повышение общей информированности и понимания в вопросах философии человеческого бытия является методом борьбы с такими проявлениями. Это ключ к пониманию истины, что человечество является сердцевиной создания Вселенной, ключ возвращения к духовным и моральным ценностям и, наконец, к предпочтению почитания Бога Всемогущего. Международное сообщество должно инициировать коллективные меры по повышению информированности в пораженных недугам расизма обществах, где все еще господствует неосведомленность по этому поводу, чтобы прекратить распространение этих вредоносных проявлений. Дорогие друзья, в наши дни человеческое сообщество сталкивается с расизмом, бросающим тень на образ человечества начала третьего тысячелетия. Мировой сионизм, олицетворяющий собой расизм. Лживо апеллирует к религии и злоупотребляет религиозными чувствами, чтобы скрыть свою ненависть и уродливый лик. Тем не менее, очень важно держать в центре внимания политические цели некоторых мировых держав и тех, кто контролирует огромные экономические ресурсы и влияние в мире. Они мобилизовали все свои силы, в том числе экономические, политические и мировые средства массовой информации для оказания поддержки сионистскому режиму, злонамеренно преуменьшая его запятнанность и бесчестие. Это не просто вопрос невежества, и никто не сможет победить это уродливое явление путем культурных кампаний. Необходимы усилия, чтобы положить конец оскорблению сионистами и их сторонниками, политических и международных механизмов и заставить их уважать волю и чаяния народов. Следует поощрять и поддерживать правительство в борьбе за искоренение этого варварского расизма и движение в направлении реформирования нынешних международных механизмов. Следует поощрять и поддерживать правительство в борьбе за искоренение этого варварского расизма и движение в направлении реформирования нынешних международных механизмов. Нет сомнений в том, что всем нам известно о заговорах некоторых сил и сионистских кругов в отношении целей и задач этой конференции. К сожалению, есть печатные произведения и устные заявления в поддержку сионизма и его преступлений. На почетных представителях наций лежит обязанность раскрыть эти компании, идущие вразрез с гуманитарными ценностями и принципами. Следует признать, что бойкот этой сессии, охватывающей большой круг мирового сообщества, является вопиющим примером расизма. В защите прав человека в первую очередь важно защитить право всех государств на равной основе участвовать во всех важных международных процессах и позволить им принимать решения без влияния на них определенных мировых сил. А во-вторых, необходимо перестроить существующие международные организации и их соответствующие механизмы. Поэтому эта конференция является испытательным полигоном, по итогам которого мировое общественное мнение сегодня и завтра будет оценивать наши решения и наши действия. Мир сегодня проходит фазу быстрых и фундаментальных изменений. Силовые отношения стали слабы и хрупки. Сегодня можно услышать треск разломов в столбах мирового угнетения. Основные политические и экономические структуры находятся на грани краха. Нарастает политический кризис и кризис безопасности. В углубляющийся кризис в мировой экономике, для которого не видно проблеска надежды, убедительно демонстрирует возрастающий поток далеко идущих глобальных изменений. Я неоднократно подчеркивал необходимость смены ошибочного направления сегодняшней системы управления миром. И я также предупреждал о страшных последствиях любых промедлений в этом важном решении. Теперь в этот важный, выдающийся момент всем лидерам и способным мыслить людям, а также всем нациям мира, присутствующим на этой конференции, тем, кто посвятил себя делу мира, свободы, прогресса и благополучия человека, я хотел бы объявить, что несправедливое и неправомерное управление миром сегодня зашло в тупик. Этот тупик был неизбежен, так как логика этой навязанной всему миру системы управления была деспотичной по своей сути. Логика же коллективного управления международными делами основана на благородных стремлениях, которые сосредотачиваются на людях и верховной власти всемогущего Бога. И эта логика сопротивляется любой политике или плану, которые идут вразрез интересам наций. Победа правого дела над неправомерностью, установления справедливой мировой системы были обещаны Богом и Его посланниками, и это была общая цель всех людей различных обществ и поколений на протяжении истории. Реализация такого будущего зависит от осознания мироздания и веры в сердцах всех, кто верит. АПЛОДИСМЕНТЫ Создание глобального социума это в действительности благородная цель, устанавливающая всеобщую глобальную систему, управляемую равно всеми нациями мира, принимающими участие во всех основных и фундаментальных вопросах и решениях. Это является путем достижения высокой цели. Научные и технические возможности, так же, как и технологии обмена информацией, создали общее и широко распространенное понимание самого понятия «мировое сообщество» и подготовили необходимую почву для совместной системы. Теперь настало время для всех мыслящих и разумных людей и политиков по всему миру исполнить свой исторический долг с истинной верой в поставленную цель. Я также хочу подчеркнуть тот факт, что западному либерализму и капитализму, как и коммунизму, пришел конец, потому как не удалось ему постигнуть истины этого мира и человеческой сути. Он провозгласил свои собственные цели и смысл человеческого бытия, не учитывая гуманные и духовные ценности, справедливость, свободу, любовь, братство. Он сделал основой жизни интенсивную гонку во имя индивидуальных и коллективных материальных интересов. В настоящий момент, принимая вызовы современности, мы должны учиться у прошлого использованию коллективных усилий. И в этой связи, в качестве заключительной мысли, я хотел бы привлечь ваше внимание к двум важным моментам. Во-первых, существующая в мире ситуация вполне может быть улучшена. Однако необходимо отметить, что это улучшение может быть достигнуто исключительно путем сотрудничества всех стран с использованием всех существующих возможностей и ресурсов мира. Я принимаю участие в этой конференции, потому что хочу выразить свою твердую убежденность в важности вопросов, связанных с общей ответственностью за защиту прав наций от такого ужасного явления, как расизм. И поэтому я с вами, мыслители мира. Во-вторых, помня о неэффективности современных международной, политической, экономической систем, а также системой безопасности, необходимо сконцентрироваться на божественных и человеческих ценностях путем обращения к подлинному предназначению человеческого бытия, основанного на законе и уважении прав всех людей во всех частях света, осознании прошлых ошибок в предшествующей глобальной системе управления миром и принятия коллективных мер по перестройке существующей структуры. В этом аспекте чрезвычайно важно в короткие сроки реформировать структуру Совета Безопасности, включая отмену дискриминационного права вета, а также изменить текущую мировую финансовую и денежную системы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очевидно, что отсутствие понимания срочности таких перемен сейчас приведет к гораздо более тяжелым последствиям в будущем. Дорогие друзья, движение в направлении закона и уважения человеческого достоинства подобно сплаву по быстрой реке. Давайте не забывать о чувстве любви и привязанности. Перспектива светлого будущего для человечества — это великая цель, что послужит нашему намерению держаться вместе для создания нового мира, полного любви, братства и веры. Мира, где не будет места нищете и ненависти. Мира, пронизанного счастьем благодати и мощи Господней. Мира, где истинное бытие человека достойно управляется и направляется. Давайте соединим наши руки в согласии для выполнения задач в построении справедливого, нового общества. Я благодарю вас, господин президент, генерального секретаря и всех достопочтимых участников за терпение, с которым они выслушали меня. Большое спасибо вам. Русское озвучивание речи иранского президента Махмуда Ахмадинеджада сделано 18 августа 2009 года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.